Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт крайне простого, но очень вкусного пирога. Делается он на основе концентрата сухого киселя. Получается нежным, рассыпчатым, с насыщенным вкусом. Учитывайте, что кисель лучше не брать фиолетовых цветов, например, из черной смородины или лесных ягод. При выпечке они придадут пирогу не очень аппетитный сероватый оттенок, что в общем-то не скажется на вкусе. Данное свойство зависит от производителя. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В первую очередь нужно измельчить кисель, чтобы не было комочков. Я это делаю руками, но если концентрат у вас спрессован очень плотно, можно измельчить его в блендере, натереть на терке или сложить в пакет и пройтись скалкой. К яичным белкам добавляю соль и пару столовых ложек сахара. По вкусу можно взять больше. Взобью миксером. Как только белки перестанут пениться и станут однородными и гладкими, но еще не густыми, не прекращая взбивать, в несколько приемов подсыпаю кисель. Взбиваю до полного растворения сахара и до появления устойчивых пиков. За это время масса загустеет и станет похожей на зефир. Далее добавляю по одному желтку, просто размешивая на средней скорости. После этого наливаю рафинированное подсолнечное масло и кефир комнатной температуры. Также просто размешиваю. Насыпаю немного муки и 2 третьих чайной ложки соды, без горки. Лишнее я счищаю ножом. Если вы используете разрыхлитель, его понадобится в два раза больше. В данном случае кислоты кефира и лимонной кислоты, которая находится в концентрате киселя, достаточно, чтобы погасить соду. Выкладываю тесто в форму, смазанную маслом. У меня диаметр формы 24 сантиметра. И так как кисель у меня вишневый, беру вишню и прямо в замороженном виде слегка утапливаю ее в тесто. Конечно, совсем не обязательно подбирать ягоды под вкус киселя. Отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. При желании можно сделать шоколадную или сахарную глазурь. Пирог имеет очень насыщенный аромат и, соответственно, вкус. А также посмотрите, какой он яркий и красивый. Имеет необычную структуру. Она рассыпчатая, нежная и такая, я бы сказала, слегка суховатая. Поэтому ягоды здесь очень кстати. Между прочим, если этот пирог разрезать вдоль на две или три части и промазать любым, даже сметанным кремом, получится отличный торт. Ну вот, смотрите, так будет нагляднее, лучше видно структуру. Она пористая и рассыпчатая. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале рецепт пирога Гагарина, который делается также с концентратом сухого киселя. Ссылку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу. Также вы у меня можете найти рецепты других пирогов с ягодами и не только. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.